С вами Макти Чародей, Антон Чалеев. И сегодня не геймвлог и не мэджиквлог. Я хотел рассказать вам, почему фокусов на моем канале стало меньше. Кто-то скажет, фу, обленился, дизлайк, отписка. Так вот, я хочу пересмотреть жанр фокусов и сделать его более четеньким. Хочу сделать более сложные трюки. Зачастую сам фокус выглядит, как будто я его легко делаю. Но по-настоящему это дико сложная работа. Не то, чтобы там прям как у шахтеров, но все равно очень долго и кроподливо нужно тренировать все трюки. На тренировку и создание фокуса можно вообще потратить от недели до года, если это какой-то крупный иллюзион. В обычной жизни, когда я показываю фокусы, человек может отлечься, я там могу наголдовать. Серьезно? Но на камере нужно показывать все очень четко. То есть все движения должны быть очень оттренированы. Что очень долго и затратно по времени. То есть тренируется это реально долго. Хорошо, что хоть игры для геймвлога мне не нужно создавать самому. Еще я летом очень много выступаю на всяких мероприятиях, корпоративах, праздниках, свадьбах. И это тоже отнимает все просто у меня выходные. Потому что зачастую заказы могут быть через 350 километров. То есть мы вот недавно проехали 350 километров в одну сторону, 350 в другую. И вот как раз недавно, две недели назад, мы ехали в Лиду. Это тоже дохера отсюда километров. И что-то начало так, как будто машина начала подпердывать. Мое ощущение, когда мы проехали 150 километров, мчимся кому-то на свадьбу, и нужно не опоздать, и машина начинает пердеть. Глушитель сначала отсоединился где-то вот так вот. И самое забавное, что мы проехали, мы выступили, попердели по городу, отлично, выступили. Потом поехали, и вот эта вот труба, чуть-чуть мы проехали, она отсоединилась вот так вот. И просто был такой пердеж стоял, что это было вообще нереально. Эта еще тешительная история закончилась, блин, тем, что мы ехали, и глушитель не просто вот так вот, он такой херяк, и упал, и начал скрипти по земле. Так я ночью, короче, полез под машину. Причем что, я вот поворачиваю голову, и у меня вот так вот, вот так вот нос. И я, блин, я боюсь просто вот этих всех замкнутых пространств, это вообще полный капец какой-то. Я взял какую-то проволочку, это вообще был провод от пылесоса, теперь у меня нету пылесоса. И я все привязал, все привязал и поехал. Но уже к полоску начало немного трясти вот это вот все дело, но я, слава богу, доехал. Спасибо. К чему я клоню? К чему я вообще клоню? То, что я максимально сейчас работаю, я не знаю, просто с утра до вечера я пилю для вас ролики, которые, кстати, монтаж которых может занимать больше 80 часов. Синхронизация камеры, синхронизация звука, потому что звук пишется отдельно, кстати, вот на такую вот хероту. Вот. Ахаха. Чтобы контент был более качественный. И именно фокусы я хочу сделать еще круче. Поэтому фокусов меньше на канале, потому что у меня просто не хватает на это все времени. Но большое спасибо, что вы меня поддерживаете, ваши комментарии, ваши лайки. Зачастую люди мне пишут прямо вконтакте, добавляются, пишут какие-нибудь приятности в сообщениях. Реально это приятно. Это круто. Это спасибо. Всем пока. Внимание, внимание, много взрывов ягодят для привлечения внимания. Теперь к сути. Ютуб очень часто не оповещает моих подписчиков о новом видео. Что за дела, Ютуб, а? Для решения этой проблемы вверху канала вот тут есть шестеренка. Нажми ее и поставь галочку сообщать мне обо всех новостях этого канала. Сделал четко. Теперь жди царских персональных оповещений о новых видео. Для того, чтобы у вас была такая же очешительная шестеренка, нужно подписаться на канал. Но если ты супер крутой чувачок, то можешь поставить лайк и добавиться ко мне в друзья вконтакте. Ссылка внизу. Всем пока.